Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных линиях поддержки и сопротивления. Давайте посмотрим те сигналы, которые я подготовил для вас. Ну и досмотрите ролик до конца, посмотрим экономические события, на которых тоже на этой неделе можно заработать. Такие события действительно есть. Итак, евро-доллар пошел в коррекцию. Как известно, мы наблюдаем уже долгосрочно нисходящий тренд. И сейчас пошла такая восходящая коррекция. И на ней очень хорошо ловить отскоки на зеркальных линиях поддержки. Вот в районе цены 1.0590 я ожидаю разворот цены от зеркальной линии поддержки наверх. Поэтому ставим ордера на покупку и зарабатываем. Австралийский доллар в такой вот затяжной волне восходящей, но это на М30. И здесь мы ожидаем также от линии поддержки в районе цены 0.7037. Разворот вверх, поэтому тоже на покупки будем зарабатывать. Британский фунт франк продолжает свое движение в коридоре. Уже третью неделю даю сигналы, которые срабатывают. И сейчас немножко я их подкорректировал. Вот также у нас линия поддержки будет хорошая в районе цены 1.2072. И в районе цены 1.2433 ордер на продажу от линии сопротивления. Британский фунт австралийский доллар также находится в такой консолидации широкой. Классические линии поддержки. Цена 1.7636. Здесь покупаем. И от линии сопротивления 1.7762 продаем и зарабатываем. Кстати, на прошлой неделе все сигнальчики у меня отработали в плюс, где цена дошла. Поэтому переходите на мой канал по ссылке внизу и подписывайтесь. Каждый понедельник я выпускаю для вас сигнал на прибыльные входы. Доллар канадец движется к линии. Это была зеркальная линия давняя. Я жду снижения к ней. Поэтому как только дойдем, цена 1.2719. Отсюда покупаем. Я рассчитываю на разворот наверх. Теперь давайте посмотрим экономический календарь. Ну а полный обзор по моим сигналам вы найдете на моем канале. Ссылочка в описании. Итак, на этой неделе, понедельник, вторник, особых новостей я не вижу. Начиная со среды у нас решение по процентной ставке Новой Зеландии. Планируется повышение ставки. Значит, можно рассчитывать на укрепление новозеландского доллара. Значит, по Германии ВВП будет новость. Евро может увеличить свою волатильность. Ну а также вечером в среду в 23.00 публикация протоколов ФОМС. Традиционно это очень волатильная новость. В четверг ВВП по Америке. Ну и, пожалуй, все. Вот такая вот у нас неделя. Достаточно интересная. И по техническому анализу много сигналов. И по экономическому календарю также есть хорошие события. Так что пользуйтесь моими сигналами. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok